МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты всё запомнила? Да. Будь осторожна, иначе в любом случае будет за вами следить. Лена, я... Мне пора. А ну-ка, сходи-ка, перекуси. Шабалский Андрей Станиславович. Родился в Уценске. С ранней юностью увлекался химией. В результате Саранский политехнический университет, кафедра профессора Грава. Прекрасное будущее. Но всё пошло коту под хвост. Потому что связался с бомбистом. Ролиционерами в том числе и товарищу Савинку. Я ничего не упустил. Я смотрю, вам знакома моя биография? Познакомились с моим личным делом? Только я родился в Орле. Что вам от меня нужно? Нам нужно, чтобы вы сделали взрывчатку, которая даже в малом количестве нанесёт значительный ущерб. Собственно говоря, чем вы занимались в своей революционной юности? Что я получу взамен? Терпеть не могу, когда отвечать вопросом на вопрос. Но в данной ситуации считаю это идеальным развитием беседы. Дальше же беспечное, тихое будущее в любой скандинавской стране. Но мне для этого потребуются особые условия. Помещение для лаборатории, реактивы, оборудование. Где вы это всё возьмёте? Мы завтра прибудем в лагерь, вы составьте список всего необходимого. Я постараюсь найти. Какое количество взрывчатки я должен буду приготовить? Достаточно для достижения определённых целей. Хорошо. Только у меня есть ещё одно условие. Какое? Когда всё закончится, и я буду покидать страну, я уеду не один. Со мной поедет моя сестра. У вас есть сестра? Где? В Мурманске. Работает на почте. А где живёт адрес? Вы мне не доверяете. Так же, как и вы мне. Улица Куйбышева, семнадцать, квартир девять. Вы кушайте, кушайте, Андрей Станиславович. Да, и я надеюсь, вас не укачивает. Нас впереди ждёт морская прогулка. Вот ещё здесь. Спасибо. Здравствуй, Валя. Лена. Здравствуй. Всё. Игра началась. Через два-три дня жди гостей, и будь осторожнее. Возможно, за тобой уже следят. Оружие при тебе? Да. Прости, придётся обойтись без него. При встрече себя могут обыскать, дома держать тоже не следует. И не волнуйся. Я всегда рядом. Лен, можно я тебя попрошу? Моя дочь. Эти дни за ней присматривает соседка. Но если что-то пойдёт не так. Если они узнают. Ну, всякое же может быть. Я простой кинолог. Конечно, я понимаю, что в первую очередь я офицер. И я знаю, на что я иду и ради чего. Но пообещай, что ты позаботишься о Дашке, если... Обещаю. Обещаю. Спасибо. Все. Спасибо. Все. До завтра. Всего доброго. До завтра. Всего доброго. До свидания. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в любом случае, вы же понимаете, что мне с таким количеством портретов на каждом посту без грима никак нельзя Да и вашей внешности после побега компетентные органы весьма заинтересованы Разве не так? Документы, пожалуйста Ваши документы Следующий Что-то не так, Сергей? Ну, когда будет не так, узнаете Фуражечку снимите, и вы тоже Что-то как-то непонятно И удостоверения у вас пожившие, потертые И карточки тертые А вот так посмотришь, такое ощущение, что как будто только вчера вас отфотографировали И эмблемка тут какая-то кривоватенькая Ну, когда получили эти удостоверения? Да там все написано, Сергей Я спросил вопрос Что? Ты спросил вопрос? Ты бревно сам забыл, шеф, спросил вопрос Ты у меня, Гнида, Талабай, спросил вопрос Витя! У меня! Что случилось-то? Да, это тебя интересует 22 июня 41-го Витя, успокойся! Это я! Меня устраивает! Это я! Это друг твой, Колька! Витя! Документы ему наши не понравились! Покажи! Успокойся! Ну, узнал? Узнал меня! Витя! Я, я! Друг твой, Колька! Узнал! Колька! Успокойно! Успокойно! Выпустите! Вози его, капитан! Как дела? Успокойся! Все! Я да потом расскажу! Давай! Садись! Садись! Упал отлично! Давай! Двигайся! Контужу нанылят! Слава богу! Ах ты, сейчас возьми! Че, Че, Санецкий? Двигайся! А ты молодец! Не расчерялся! Публика аплодирует! Стой! Та-а-а! 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 Кто там? Юля, это я! Андрей! Андрей, и ты? Добрый вечер! Вы позвольте войти? Или вы всегда держите гости на пороге? Да! Конечно! Андрей, что за форма на тебе? Я не понимаю! Здравствуй, сестренка! Ты сбежал? Когда? Зачем? Кто этот человек? Юль, это... Я потом все объясню. Мы ненадолго. Зачем ты сбежал? От тебя же могут! Так... Юль, я должен тебе сказать, у меня появил... У нас появился шанс на новую жизнь. Я решил им воспользоваться. А вы позволите взглянуть на ваши документы? С какой отстать? Поверь, так надо. Пишу. Рад знакомству Юлия... Станиславовна. Станиславовна Андрей Станиславович. У вас здесь смена. Я жду вас на улице. У вас там не сгорит? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Информации крайне мало. У них есть резиновые лодки на моторах. Сначала мы двигались по воде, по прилегающим рекам и озерам, ориентировочно на юго-восток. Где высадились, точно не скажу, но это их постоянное место высадки. Там у них оборудован схрон для лодок. Потом пешком по тундре, ориентировочно пятнадцать километров на юг. Ориентиров никаких. Вокруг одни сопки да мох. Я насчитал человек двадцать. Оснащены прекрасно, экипированы отлично. Профессионалы самого высокого уровня, включая маскировку, грим. Документы у меня, по сути, подлинные. Изготовили прямо в лагере за сутки. Я им нужна, как мы и предполагали, для того, чтобы изготовить взрывчатку. Сколько взрывчатки, я не знаю, пока не говорят. Тарни мне не доверяет. Постоянно пытается меня проверить. Важно. В лагере бабы его, Линды Рова, нет. Значит, пока не сделаешь, они тебя не тронут. А потом уж мы. Да главное, будь осторожен. Держись. Я постараюсь, Юля. Тьфу ты. Не надо же, как жил-то. Береги себя, братик. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будничный подал сигнал. Все нормально. Значит, сработало. Жаль, что будничный не смог объяснить, где их лагерь. В лагере все равно нет Рова. Она не менее опасна, чем он. Ничего, мы их возьмем во время диверсии. В порту они от нас никуда не денутся. Целый мешок счастья. Где-то ведь вот такой треугольничек ждут, аж сердце сжимается. А получит счастье. А может быть, ты Дашке напишешь? А я передам. Я нарисую, ладно? Давай. Давай. Похоронники. Не надо, я сама. Давай. Давай. Ну что, Андрей Станиславович, принимайте лабораторию. Можно? Пошел. Я понимаю, что условия печальные, но я думаю, что в тысяча девятьсот четырнадцатом году у вас были не лучше. Согласен. Не лучше. Что будем готовить на этой кухне? Смотря что мы собираемся взрывать. Могу предложить попробовать изготовить пероксилин. Пишите рецепт. Лагерь с воздуха заметить сложно. Он хорошо замаскирован. К тому же непонятно, где искать. Андрею не удалось определить точное местоположение. Ровы в лагере нет. Личный состав человек двадцать. Подготовка у всех отличная. Оснащение тоже на высоте. Документы будничному и Тарне сделали прямо в лагере. Теперь понятно, почему они шныреют туда-сюда. Хорошо, что Тарне попался на нашу наживку. Товарищ подполковник. Да. Я забрала оружие у Валентины. Если бы ее обыскали, пистолет бы вызвал вопрос. Нам нужно позаботиться о ее безопасности. Я распоряжусь и сам проконтролирую. Как ты себя чувствуешь? Разрешите идти. Идите. Теть Лен, огонь должен быть маленький. Можно не мешать все время, только иногда помешивать. Вы что, совсем кашу варить не умеете? Я вас научу. Ладно. Доверимся мнению профессионала. Какой красивый домик у тебя получился. Угу. А рядом мама и я, и вы. Давно меня никто не рисовал. Спасибо. Теть Лена, а мама честно не в больнице? Честно. Тогда почему она не дома? Ну, ты же знаешь, мама на работе. Она человек военный. Так и вы ведь военные. А вы тут. А когда она придет? Я не знаю. Но она точно придет. Обещаете? Обещаю. Не волнуйтесь, татья Лена. Не подгорело. Просто крышкой не надо было накрывать. Ясно. Полковник Джон Алекс Макфарен. Военные атташе британской миссии в Мурманске. Неизменно ходит в гражданки, чтобы не бросаться в глаза. Хотя я не понимаю, как можно не привлечь к себе внимание, разгуливая по нищему городу в костюме за тысячу фунтов. У меня все готово. Умница. Вы знакомы? Продолжим. Ждание миссии вам безусловно знакомо. Моя задача – ликвидировать полковника. Да, но, как говорят французы, основное блюдо вас, конечно, ждет впереди. Вы хотите взорвать здание миссии? Ни в коем случае. Ну что ж, мы воруем, что ли? Какой-то такой красивый дом. Нет. Исключительно полковник. Атака по дороге в миссию. Ну, во-первых, автомобиль может быть бронирован. Во-вторых, ну, не знаю, это как-то экстромодно, что ли. Да и не стану я жертвовать своими людьми ради такой местечковой цели. Тогда в чем заключается моя задача? Вот вы нам и расскажите. Вот здесь план здания миссии со всеми постами охраны. Маршруты, по которым передвигается полковник из гостиницы «Арктика» до места службы. И план коммерческого ресторана, который находится при гостинице, где Макфарен завтракает, ужинает и так далее. И на это все сколько у меня есть времени. Прошу. Андрей Станиславович, ну, если вы к вечеру не предложите ничего, я начну у вас сомневаться. Надеюсь, ингредиентов на первый раз хватит? Макфарен. 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 Здрасте. Макфарен. Новости есть? Пока никаких. По дороге успела домой к тебе заскочить. Когда жил? Пустая на жизни меня учить. Так скучаю по ней. Она по тебе тоже. Вот, успела ответ на твое письмо нависовать. Потом станцуешь. Макфарен. Потензи. Понял? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Как ваши дела? У меня почти все готово И как это работает? Немного диоксида свинца И алюминий В герметичной закрытой чашке Петри Если чашку скрыть Произойдет реакция с воздухом Через несколько секунд И происходит Детонация основной массы Взрывчатого вещества А если бандероль скроет не Макфар? Это уже ваша забота Лейтенант Кочергина У меня срочная бандероль Для полковника Макфарена Распишитесь в получении Разумеется, госпожа лейтенант Вы будете ждать ответ? Нет У меня нет такой задачи Показываю Я это роско Я это роско Да это роско А где это лейтенант? Давай лупти Не, так отсюда лейтенант Кокисты тут Да это роско Я это не пить Ну и шоу ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ай, ебат, что же мать! Чего просто не позвонить в миссию и предупредить? Это нам нужно, этот взрыв! Чего? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Разрешите, сэр? Да, я понял. Девятого числа, верно? Хорошо. Связь будет стабильней? Не так ли? Отлично. Количество единиц? Вас понял. Они хотят проверить будничного. Верно. Надеюсь, это будет последняя проверка. Поэтому необходим этот взрыв. Японский городовой. Нам только сангла и войны не хватало для полного счастья. Парадному? Не вздумай! А если они следят за входом? Полшахову давай! С кормой зайдём! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Серёня! Живой! Помоги! Господин Афарон, на порезто? Я ничего не слушаю. Говорите громче. Господин Афарон, ну, сложилась такая ситуация. В общем, вам необходимо некоторое время пожить и скомпнито. Понимаете? Что? С вашим руководством мы всё утрясём. Без проблем. Тем более, что здесь работают больше невозможна. Спасибо. Да не за что. Ты уволен, лейтенант Нэш. Комсомольский мост? Мост через Колу. Окружно-автомобильный. Всё верно. Вам необходимо создать достаточное количество взрывчатки для их уничтожения. Азотную кислоту и хлопок мы вам достанем сколько надо. Ну, отсмотрю, насколько серьёзно вы хотите их повредить. Я не сказал повредить Андрея Саниславовича, я сказал уничтожить. Без возможного экстренного восстановления. Все три? Все три? Одновременно. Ну, вам это знать не обязательно. В этом и состоит моя основная задача. Мне потребуется много хлопка. Да. Выполните, и мы с вами расстанемся добрыми друзьями. Надеюсь. Мне потребуется точная данная распределение нагрузок, технические характеристики пролётных строений и опор, а также точные отчёты об износе конструкции. Все здесь, у вас двое дня. Помощников берите, сколько нужно. Я, пожалуй, подышу, свежу воздуху, там думать лучше. Ты же не отпустишь его? Конечно, отпущу. Я же дал слово. И я его сдержу. Я не верю ему. Я никому не верю. Кроме тебя, конечно. Послушайте, я не могу здесь целый день прохлаждаться? Какие ватники летом. Ладно, отгружай. Пошли работать, девяточки. Стало быть, караван уже близко. Через два часа конвой войдёт в зону нашей ответственности. Так что принимаем эстафету у англичан. А что по Макфарену, Иван Бельчич? Даже не скандалил. Через три дня караван будет в Мурманске. Времени у нас в обрез. Операция входит в завершающую стадию. Приведя акцию с Макфареном, капитан Будничный прошёл проверку делом. Теперь Тарни просто обязан ему доверять. Следовательно, в ближайшее время мы узнаем планы врага и сможем его уничтожить. Так точно. Так точно. Сможем. А не заигрались мы с тобой, Замур? Брать надо это вот Тарни. Мы до ещё пор не знаем, как он будет действовать. А там нам сам всё и расскажет. И не расскажет вам ничего. Ведь на куски его режь и слова не скажет. Ничего, не таких ломали. Они расколются к стенке. Вы в отряде опытные бойцы. А про Буевую подругу помнишь? Та точно дело до конца доведёт. Дай папироску, Александр Ильич. Ты же не хочешь? Ну, дай, дай. Кто там? Юля, это я. Юля, собирайся. Возьми всё самое необходимое. Всё остальное купим, когда всё закончится. Поживём некоторое время в тихом месте, но это недолго. А потом... Извините, это был... Вы не могли бы оставить нас с братом наедине? Не в этот раз, Филист Таниславовна. Выбор здесь, что у меня здесь нет. Савь тигра такая. Я никуда не поеду. Юля! Я сказала, нет. Ты поезжай. Тебе здесь после побега оставаться нельзя. Юля Станиславовна, а вы правда хотите остаться? А мне есть, что терять? Вас здесь нет. Не так ли? Андрей, ты поезжай. Я буду очень рада, если у тебя всё получится. И не пиши мне, пожалуйста. Не нужно. Андрей Станиславович. А. А. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Даша Что случилось? Она убегала от меня Кто? Кто убегал? Мама Ой, это всего лишь сон Все хорошо, просто сон дурацкий Синебуа какая-то приснилась Все будет хорошо, доченька Все хорошо Знаю мать, мальца Комсомольский через ком Блокировать порт И день разгрузки из пары Лапса Кто там? Лена? Лена, ты? Открывай Зря ты не согласилась уехать Открывай Оху! Оху! КОНЕЦ КОНЕЦ – По личным делам не положено. – Мне можно. КОНЕЦ Куда, бешеная? КОНЕЦ 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 Город на замок. Слышите меня? Всех на уши поднять, чтобы у нее одна мышь не выскользнула. Бессмысленно, она с ночи там лежит, а они уже ушли. Не бессмысленно. Мы должны их найти, если они убили Валю, значит Андрею в опасности. Вот. Не волнуйся. Не волнуйся. Не волнуйся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Держите Подарок? Педмаршалу Маннергейму Значит, она не написана Служа другим, трачу себя Оставься Берите, берите, я все равно не буду Дорогой подарок Отдаривать только жалко нечего Андрей Станиславович Услуги, которые вы оказали Финляндской республике поистину Бесценно Финляндской республике? А вы думаете Все, что я делаю, это ради Рейха? Нет Немцы всего лишь инструмент В руках финских патриотов Война скоро закончится И даже если вы Зарвете Мурманский порт Ничего не изменится Я не согласен Ни с первым, ни со вторым Вашим суждением Да у нас есть Даже на самом верху В правительстве Паникеры и предатели Которые считают Что красный паровой каток Не остановите Все, что нас ждет Это сепаратные переговоры И выход из войны Да я заткрою им рот Война должна продолжаться Любой ценой Любыми жертвами Пока Финляндия не вернет Все, что ей принадлежит По праву Что? Ее поправно увеличивают Любой ценой Любыми жертвами А жить-то хочется Пойдемте в лагерь Андрей Станиславов Становится прохладно Пойдемте Сейчас, извини Что случилось? Я же говорила Ему нельзя доверять С девушкой разобрались? Конечно Хорошо, иди отдыхай Лауре Лауре Ты слышала, что я сказал? Лауре 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 Продолжение следует...